Антон Чехов Рассказ «Попрыгунья» Краткое содержание Рассказ «Попрыгунья» Чехов написал в 1891 году. В произведении автор раскрывает вопросы ценностей и смысла человеческой жизни, размышляет о нравственности русской интеллигенции. Название ассоциируется с басней о попрыгуне-стрекозе. В основе произведения — мотив любовного треугольника. В названии отображен образ главной героини, которая потакает собственным прихотям, не думая об окружающих. Краткое содержание Глава первая На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. Муж Ольги, Осип Степаныч Дымов, простой, ничем не замечательный человек, был врачом и имел чин, титулярного советника, работал в двух больницах. Зарабатывал он мало, всего 500 рублей в год. Друзья же и знакомые Ольги были известными творческими людьми, художниками, музыкантами, артистами. Среди них был молодой и успешный художник Рябовский. На фоне этих людей Дымов казался чужим, лишним и маленьким. Дымов служил вместе с отцом Ольги в одной больнице. Когда отец девушки заболел, Осип Степаныч ухаживал за ним. После смерти отца Дымов сделал Ольге предложение. Глава вторая Ольга занималась творчеством, ездила в гости к знаменитым и великим, приглашала представителей богемы к себе. Дымов же совершенно не разбирался в искусстве. Весной и летом Ольга Ивановна собиралась на дачу, а затем поехать с художниками на Волгу. Глава третья На второй день троицы после обеда Дымов поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился, взял с собой гостинцев. Однако на даче Ольги не было, вместо нее там находилось трое каких-то незнакомых мужчин. Женщина вернулась с Рябовским только вечером. Не думая о том, что муж с дороги и голоден, Ольга отправила его обратно домой за платьем, перчатками и цветами. Которые ей были нужны на завтра. Глава четвертая В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе Волжского парохода. Она думала о том, что Рябовский — великий человек, гений, божий избранник. Художник признался ей в любви. Ольга же, вспомнив про Дымова, решила, что для него, обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил. Ольга поцеловала Рябовского. Глава пятая Все время, пока Ольга отдыхала с художниками, Дымов отсылал ей деньги и писал письма о том, что ждет ее. В начале сентября Рябовский начал жалеть, что «связал себя» с Ольгой. И ее стало это тяготить, и она уехала домой. Глава шестая С середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он все чаще обедал с товарищем доктором Коростелевым. Ольга же продолжала общаться с Рябовским, часто ездила к нему в мастерскую, приглашала к себе. Она сильно ревновала художника к другим дамам, и все в ее кругу это понимали. Про мужа Ольга говорила, что он гнетет ее своим великодушием. Дымов стал работать еще больше, защитил диссертацию. Как-то он поделился с женой тем, что ему вскоре могут предложить приват-доцентуру по общей патологии. И, если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все. Но женщина не понимала, что это значит, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала. Глава седьмая В один из визитов Ольга застала у Рябовского другую женщину. Художник посоветовал ей бросить живопись и заняться чем-то другим. Огорченная женщина быстро уехала от Рябовского, решив начать новую жизнь, она вернулась домой поздно. Через дверь кабинета Дымов сказал ей, что третьего дня заразился в больнице дифтеритом, и просил послать за Коростелевым. Глава восьмая Врачи постоянно дежурили у постели Дымова. Коростелев рассказал, что Осип Степаныч заразился от больного мальчика, когда высасывал у того через трубочку дифтеритные пленки. Ольга думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Ночью Коростелев сообщил, что Дымов умирает. Мужчина сказал, что Осип Степаныч — великий человек, и его смерть — потеря для науки. Неожиданно Ольга поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. Ольга бросилась в кабинет Дымова. Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх. Но Дымов был уже мертв. Коростелев распорядился, чтобы позвали богоделок, которые «все сделают, что нужно». И что в итоге? Ольга Ивановна расстается с Рябовским, хочет начать новую жизнь и попросить прощения у мужа, но не успевает. Осип Степаныч Дымов умирает, заразившись дифтеритом во время лечения больного мальчика. Заключение. В рассказе А.П. Чехова «Попрыгуни» врач Дымов является образцовой для самого автора личностью. Осип Степаныч предстает благородным, понимающим и трудолюбивым человеком.